Здравствуйте, в этом видео расскажу про функции и покажу, как установить программу Lenovo Vantage. Lenovo Vantage это специальная программа для ноутбуков Lenovo, позволяющая осмотреть технические характеристики и настраивать работу вашего ноутбука. Первым делом, после покупки ноутбука, если на нем не была предустановлена операционная система, вам надо будет скачать программу Lenovo Vantage самостоятельно. Если же система у вас была предустановлена, то ничего делать не надо, надо будет просто запустить. Как же скачать эту программу? Заходим в браузер, в поиски вбиваем Lenovo Vantage, переходим на первый сайт. После перехода на сайт, тут будет описание программы и инструкция по установке. Покажу, как установить. Надо перейти в магазин Microsoft Store, вот этот значок на панели задач. Если же на панели задач у вас его нет, то запускаем меню Pulse. И здесь должен быть Microsoft Store. Запускаем его и в поиске вводим название программы. И вот она высветилась, нажимаем. Когда она у вас еще не будет установлена, в синем прямоугольнике должно быть написано «Получить». Нажимаем «Получить», потом «Установить», после установки будет написано «Запустить». Можно запускать как из Microsoft Store, так и с компьютера. Запустим с компьютера. Для этого открываем меню поиска, вводим название нашей программы, Lenovo Vantage. Нажимаем на нее. Запустили программу. Теперь пройдемся по основным ее функциям. В самой верхней вкладке можно заметить информацию о вашем компьютере. А именно, модель видеокарты, количество видеопамяти и сколько используется в данный момент, модель процессора и его используемость в данный момент, размер видеооперативной памяти, производитель оперативной памяти и сколько используется сейчас. Также наличие SSD и HDD дисков и их заполненность. При нажатии на информацию можно посмотреть все это же, только более подробно. Также можно посмотреть имя компьютера. Далее есть служебные средства. В обновлении системы можно проверить наличие обновлений для вашего компьютера. После покупки ноутбука, первым делом советую скачать Lenovo Vantage и зайти в обновлении системы. Он вам покажет неустановленные драйвера и обновления, предложит обновиться сейчас. Также регулярно проверяя наличие обновлений, можно иметь самые последние версии драйверов для вашего ПК. Во вкладке питания можно управлять питанием и батареей ноутбука. Например, включить экспресс-зарядку, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор быстрее, чем в обычном режиме. Есть еще режимы сбережения аккумулятора. При включении этого режима ноутбук будет заряжаться примерно на 55-60% и дальше работает только от сети. То есть, включили режим, зарядился до 60%, дальше он не заряжается, батарея не используется вообще и ноутбук работает только от сети. Таким образом, батарея прослужит дольше. Если же вам надо на 100%, то отключаем эту функцию, она заряжается на 100% и далее можете опять включать. Функция USB всегда включена. При включении этой функции заряжать USB устройство от компьютера можно будет даже с закрытой крышкой. Если она выключена, то при закрытии крышки ноутбука напряжение на USB передаваться не будет и USB заряжаться не будет от компьютера. А при закрытой крышке с этой функцией они будут заряжаться. Также можно добавить панель инструментов Lenovo Vantage на вашу панель задач. То есть, вот здесь добавится интерфейс в виде батарейки, где будет показан процент заряда батареи. При наводе будет написано так же, заряжается или не заряжается. У меня в данном случае включен режим сбережения аккумулятора и написано подключено, но не заряжается, потому что используется от сети. При нажатии на этот интерфейс так же можно перейти в Lenovo Vantage или выключить-включить микрофон, настроить режим конфиденциальности камеры, так же режим защиты глаз. При включении режима защиты глаз происходит фильтрация синего цвета, выходит в более теплые оттенки дисплей и глаза менее напрягаются. Далее идем в звук. В звуке можно настраивать параметры вашего звука. Выбрать режим звучания, какой вам нужен в данный момент. Проверить микрофон и его громкость. Включить подавление звук клавиш, подавление эхо. В дисплее и камере можно смотреть настройки своего дисплея и камеры. Именно цветовая передача, температура экрана, режим защиты глаз, какой он будет более холодный или теплый, насколько будет уходить в эти тона. Так же смотреть фотокамеру вашу, веб-камеру работает ли она или нет, яркость, контрастность увеличивать. Вот эти вкладочки, звук дисплей и камера, это то же самое, если бы я нажимал здесь мультимедиа, здесь мультимедиа. То есть при нажатии мультимедиа мы переходим в дисплей и камеру. И вот он звук. Они как бы в одной, в питании можно походить по этим вкладочкам. Далее, сканирование оборудования. Производится сканирование оборудования, установленное на вашем ПК и он выводит эту информацию об этом на экран. Вот процессор, оперативная память и так далее. Жесткие диски, материнская плата. Также можно настроить температурный режим вращения вентиляторов, то есть производительность, тихий или баланс. При включении тихого ноутбук будет менее шумный, но менее производительный. А при производительном режиме, то ноутбук будет достаточно шуметь, вентиляторы будут работать на полную, когда им нужно. Но зато более производительный. Также включить быструю зарядку, поддержку технологии Dolby, улучшение звука. Еще можно включить гибридный режим, если он поддерживается на вашем ноутбуке. Это значит, что при включении гибридного режима, когда вы находитесь просто на рабочем столе или смотрите в браузере что-то, у вас будет работать встроенная видеокарта в процессор. И таким образом ноутбук от зарядки проработает дольше. Если же вы запускаете какую-то игру или тяжелое приложение, требующее дискретной графики, то у вас будет работать дискретная видеокарта. А при обычном рабочем столе просто встроенная. И ноутбук будет от заряда батареи одного жить дольше. Вот в принципе все основные функции программы Lenovo Vantage, о которых я хотел рассказать в этом обзоре. Предлагаю в комментариях написать вам пользователей, если вы этой программой, знали ли вы о ней, о том, что есть такие функции. Также можете написать модель своего ноутбука, помогло ли вам это видео или нет. Можно, можете еще, также можете ознакомиться с другими видео на моем канале. Всем до свидания, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.